Турнир городов серьезная часть. Сейчас Миша расскажет, что он решил. Я решил третью, пятую и шестую. И сейчас я расскажу третью. Это задача про гири. Условия. У нас дано 100 гирь. И каждый из них или медная, или серебряная, или золотая. При том, что медная весит 1 грамм. Медная равно 1 грамм. Серебряная весит 2 грамма. Серебряная. Сейчас. 2, наверное, не помню. Ладно. 2 грамма. И золотая 3 грамма. Серебряная с одним им. Да, вот у меня тоже такое чувство. Оловянный, деревянный и какой-то еще там с двумя. Оловянный, деревянный. Стеклянный. Да, правильно. Вот. 3 грамма. Вот. И, значит, задача определить за меньше либо равно, чем 101 взвешивание, каждую из этих гирь, какая из них какая. Ну, у нас есть весы, которые показывают больше-меньше равно, но не показывают на сколько. Подумали? Да, вот сейчас все лентяи, пожалуйста, нажмите на кнопку. Я устал получать комментарии. Наоборот, не лентяи. Те, кто лентяи. Те, кто лентяи. Я сравниваю с другими по порядку. Вот сравниваем первая монета, вторая, третья и так далее. Значит, если у нас равно, вот у нас первое равно, значит, мы запоминаем, что вот эта монета такая же, как вот эта, и идем дальше. Значит, тут у нас равно, равно, пока у нас равно, мы ничего не делаем. Дальше. Пусть, вот впервые у нас, значит, у нас есть, каждый из вот этих видов монет у нас есть. И медная есть, и серебряная есть, и золотая есть. Да, это по условию, это по условию, забыли сказать, да. Ну, это, наверное, очевидно, более-менее должно быть. Вот. Ну, это всегда в таких задачах есть. Вот, и значит, в конце концов, у нас встретится знак больше, соответственно, меньше, либо равно. Вот. Пусть встретился знак меньше, то есть, наша монета, вот эта вот монета, монета X, она меньше, чем наша другая монета, которую мы взвесили. Хорошо. Возьмем вот эту монету и начнем уже взвешивать монеты с ней. Но те, которые мы взвешили, мы, соответственно, взвесили только те, которые равны такие же, как X. Вот мы их добавили в одну группу. Про остальные мы пока ничего не знаем, продолжаем с ними взвешивать. И ждем, вот, пока идет равно, у нас равно-равно-равно, ну, мы добавляем вот сюда. Если, когда появится знак. Если появится, да? Значит, знак точно появится. Потому что должно быть, да, потому что есть три разные монеты. И у нас был только один знак, а должны быть... Да, но знак может появиться как меньше, так и больше. Да, вот. Значит, пусть появился знак меньше. То есть наша монета Y, она меньше, чем какая-то монета Z. Тогда она точно серебряная. Угу. Потому что это единственная монета, которая больше, чем одна и меньше, чем другая. Ну, очевидно, да. Вот. Но теперь заметим, что если у нас есть серебряная монета, мы можем однозначно определять по взвешиванию тип монеты. Потому что если серебряная, то у нас будет равно. Если медная, то меньше. Если золотая, то больше. Это гениально. Вот абсолютно, да. И тогда, значит, если тут меньше, это серебряная. И мы просто... Ну, про все вот эти монеты мы уже знаем. И следующие мы взвешиваем, и мы добавляем, соответственно, в соответствующий класс. И так мы узнаем про все монеты за 99% взвешиваний, потому что они не повторялись. Хорошо. Дальше. Пусть, значит, для меньшей мы решили, пусть вот это больше. Тогда давайте взвесим между собой монеты вот эту X и вот эту Z. Угу. Вот, а, мы, да, взвесим вот так. Пусть они равны. Нет, пусть одна из них больше, чем другая. Тогда одна из них больше, чем другая, и обе из них меньше, чем вот эта. Да, тогда опять же. Но тогда та, которая больше из них, это как раз серебряная монета. Вот. И мы уже взвешиваем через нее все остальные монеты. И у нас было только одно взвешивание повторное, поэтому мы за 100 взвешиваний. Да. Вот. Хорошо. Значит, пусть они равны. Тогда мы берем, кладем их на одну чашку весов, а нашу монету Y на другую чашку весов. И у нас есть три варианта. Значит, если это больше, то заметим, что единственный вариант, который подходит, это, что вот эти две серебряные, а это золотая. Ну и тогда мы берем любую из них и продолжаем опять-таки, это серебряные, мы все знаем. Если они меньше, тогда снова единственный вариант, что они обе медные, а эта золотая. И тогда, что мы делаем? Мы берем и говорим, что в сумме они дают как бы серебряную монету. Да! Да! И начинаем взвешивать вот эти две монеты как серебряную. Круто! И про те, которые были, мы уже знаем, а про те, которые будут, мы уже рассказали. Вот. Ну и, соответственно, если они равны, то есть вот это плюс вот это равно вот так. Тогда вот эти две медные, а вот эта серебряная. Да! Ну и мы взвешиваем с вот этой. И все. И заметим, что у нас было не больше двух взвешиваний, в которых повторялись монеты. Ну, обе монеты, которые уже были. Поэтому нам нужно 99 плюс 2 меньше либо равно, чем 101 взвешивание. И все, мы решили задачу. Великолепно! Вот, пятую, шестую я могу не успеть рассказать, поэтому может рассказать папа. Ну, ничего, это запомним, а там посмотрим. Здорово! Спасибо, Мишенька!